И сейчас у нас идёт 18-й заплыв. Нет, это 19-й заплыв сейчас, потому что Игорь Демчишин, Кравцова Вероника и Александр Быков. Александр Быков. А где четвёртый? Кто-то четвёртый. А, поплыл. Лобанов Алексей. Лобанов Алексей. Четыре человека, да. Это Быков. Лобанов Алексей к нам приехал из Подмосковья, из города Королёва. Быков Александр из Нижнего Новгорода, Демчишин. Кравцов сейчас в Краснодаре. Череповец. Ну, Череповец, но сейчас он обучает и развивает фридайвинг в Краснодаре. И Кравцова Вероника из Санкт-Петербурга. Кравцова Вероника известный фридайвер, питерский и российский. Фридайверша. Да, фридайверша. Вот. Инструктор Федерации фридайвинга. Вот разворот. Первые 50 метров все успешно преодолели. Да, на самом деле и у разворота, кстати, помнишь, мы начали говорить о развороте, как это важно с психологической точки зрения к нему привыкать. А есть ещё и, скажем так, физическая сторона этого вопроса. Разворот надо правильно сделать, коснуться бортика в правильном месте и в правильном месте от него оттолкнуться. Потому что во многих бассейнах есть ступенечка, которая решает это сделать. Если ступенечку отталкиваешься от ступенечки и касаешься ступенечки, то можно получить жёлтую карточку за недобранные 10 сантиметров. Да, штрафные очки. Штрафные очки приравниваются сразу к метру. Ну, вот обидно из-за неточного разворота получить на метр меньше, на целых пол очка. Знаешь, ещё очень интересно в своё время было, когда мы проводили соревнования, когда я ещё была инструктором АИДы и судьёй АИДы. При замере, казалось бы, стандартного тренировочного олимпийского бассейна... Выяснялись нюансы, да? Ну, да, что он, например, на 20 сантиметров короче. Ну, вот все, кстати, развернулись почти все после 100 метров. Идут уже на третий бассейн. Быков всплыл. Вот, Димчишин продолжается. Продолжает. Кравцова всплыла, судя по всему. Да, и всплыл. Нет, он ещё не развернулся после 100. Димчишин продолжает плыть. Приближается уже... Нет, вот всплывает сейчас. Алиса другого. Вот, выполняет протокол. Нет, я думаю, нормально. Он просто нагрузился очень много грузов, ему тяжело удерживаться. Да, наверное, просто съехал с дорожки. Да, удерживаться тяжело, поэтому он резким движением остался на поверхности. Это Быков Алексей, он ждёт решения судьи. Вот знаменитый лобстер, анатомический ошейник получил белую карточку. Всё хорошо.